Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 835. События дня. Псалом 40, 13 стив и 12. «И с того узнаешь, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь перед лицом твоим навеки. Значит, что сначала от прагов сохранишь, а потом целости и навеки. За 28 марта 2018 года». Галина Влеська, Новокузнецк. «Мир вам, дорогие братья! Вот и наступила моя любимая неделя, пятая, цветоносная Великого Поста Христова. Моему единственному спасителю, к его ногам кладу все цветы мира. Полистала ваши ресурсы, да и свои после ремонтов и поломок своих устройств. Окунулась вновь в наш христианско-православный мир. Как же здорово среди единомышленников! Благодарю за труды и энергию вас, Инать Тихонович. Заметила у себя иного друга, в кавычках, Свата. Он везде лезет и лезет везде. Это он на погибель себе везде. Олег. «Жаль, энергия его не принадлежит к виду моей энергии. Даже не пойму своих чувств к такому виду вероисповедания. И не жалко, и непонятно, И не раздражительно, И даже не интересно. То есть никак. Работать ему, И же с ним над собой, Желаю многого премногого». То есть он ничего не знает. Еретик из еретиков. Злобный я называю хряк лесной, Вепрь. И вот везде всякую пакость рассылает. Какая-то вера-то. У него ничего нету. Нету, он злодей. И притом ему дают, Говорят, по мордасам. Он опять туда же лезет. Его надо кувалдой, наверное, бить. Ничего не понимает совершенно. И главное, к нему лепятся люди, Которые отошли от церкви. Вот интересно как. Что привлекательно в дьяволе, Однако сатанисты есть. Что привлекательно в фашизме, Привлекательно в коммунизме. Все равно найдутся последователи. Он не больной. 150 килограмм вес. Тут туша. Сидит и рассылает непрерывные пакеты. Со всех сторон, говорят. То есть, кого-то оторвать. Ему просто зудит. Люди верят. Я убирал, а тут оставил. Галина в лес. Он сразу нашел. Он ничем больше не занятый. Он ногами больной сидит. И вот теперь напал на нее. А вас, любезный, дорогой Игнать Тихонович. Молюсь и желаю того, чтобы это не трогало вовсе. Кое-кто кричит, а караван идет. То есть, она, вот, пожалуйста, любезный, дорогой. Ну, кто ему это скажет? Он мерзавец самый настоящий. Заливает всякой грязью, мерзостью людей. И ищет как-то. Я теперь уже стал фамилию ставить под буквами. Вот ему досада-то он не найдет никак. Так, ничем не занимается абсолютно. 38 томищ. Таким никогда не написать. Ну, конечно, еще не напишет, а у него ничего нет. Количество друзей и подписчиков не преодолеть. Даже подражание в истинном вашем личном покаянии пред Богом таким не открыто. Ну, надеюсь, пока не открыто. Ну, покаяние. Какое у него покаяние? Это когда он собирает и собирает грехи. Собирает вазами, вагонами везет на себя. Писк комара, в кавычках. Отмахнулся и следует дальше. Неустанно благодарю Бога за нашу дружбу. Вот, пожалуйста. Кто ему скажет, какая дружба-то он? Как дьявол в образе человеческом. Желаю, чтобы знали все о том, что за вами стоящим, аз увидела Христа, моего единственного спасителя и Господа. Вот она увидела, познакомились с ней, приехала, была, помогала. А за ним-то кого увидят? Рогатого демона только. А уж сколько времени в поисках Христа аз всего перелопатила, да перепутешествовала, зная только мой ангел-хранитель и моя мама. То есть она везде ездила, сама за рулем сидит, хорошая машина, хорошо работает, сестра милосердия. И вот встретилась, на наш ресурс попала. Теперь побыла в Потеряевке, опять готовится приехать. Ну этому-то кто еще скажет-то? Ничего у него нету. И молиться. А за кого молиться-то? Никого и нету. Туша, мясо, костей, вони. Но не смогут православно жить и дружить с вами, честно, без подстав и предательств, иные, которые видят за вами только ваши слабости глазами со своими бревнами, а Христа не видят. Он слабости, они не слабости никакие, он не видит и не ищет. Вот спрашивается, а зачем дьявол соблазняет людей? А вот спросите, зачем он это делает? Никому он, не баптист, ну и православие люто ненавидит, а Олег сват, то ли фамилия сват, то ли сватает с дьяволом, не знаю, кого он сватает. И главное к нему, которые у нас были здесь, гляжу, прилепляются, ходили на наши беседы, здесь Сергей ведет, и туда пошли так. Ну только положительно, то, что они проявились раньше времени. Вижу и слышу, что вы и таких стараетесь всячески не отторнуть от своей дружбы. Но слепы и глухи их сердца, да и только их тронь. Только тронь, пойдет одна вонь. И только Бог, всем нам милостиво судья, а нам, жаждущие истинно христианского общения, податься-то и некуда. Только и остается нам одна самостоятельная ликвидация духовной безграмотности. А с наставником-то легче идти по просторам христианского мира. Вот из ваших друзей, которые это поняли, те и с вами. Мы же все гречники, все при все, и пророки, и святые, и патриархи. Не надо об этом нам забывать. Правильно ответила сестра Валентина. Олегу Сватову, Валентина, с Артисон. Он и на нее тоже непрерывно день и ночь собирает всякую гадость, где кто что сказал, и рассылает, больше ничем не занимается. Что значит церкви не быть? Что значит на исповедь не ходить? Что то, что он ей выслал, она уже проходила. Какая умничка это, Валентина. У меня здоровье восстанавливается. Апистарх сокрушен в сжатые сроки. Честь врачебного халата сохранена. Печень восстанавливается. Кому надо, обращайтесь за консультацией. Слава Иисусу Христу. Аллилуйя. Всех благ. Работаем. Ну, а пистархоз у кого есть там, появляются там червячки какие-то. Игнатий Лапкин. За мной по следу рыскают все время сонмы безбожников, еретиков и других сатанистов. Они будут и на вас нападать, что со мной дружите. Заливают все вонючие блевотины свои антихристы. Это Сергей Дудин, Олег Сват и другие сыны погибели. Они возделеют каждую душу со Сватой с ведьмами и бесами, как Пушкин пишет. Домоулили хоронят, ведьму ли замуж выдают. Там целая группа ревнителей преисподней. Это Олег Сват, Томская епархия и радио их, где собирается по фамилии СД. Так начинаются их имена и фамилии, то есть Сатана и Дьявол. Один из океана даже в их группу уходит. Этот особенно летовал в прошлые годы. Но или заболел смертельно, или фопы подался, и вышел на меня, и стал крепляться, как бы прося прощения. Они почти всегда, когда говорят, не сидят, а разовлезших в кресле или на кровати, богохульствуют. Матфея 23, 15. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте вы сыном Гиены, вдвое худшим вас. Безмерно, безразмерно, безразмерно, жирный есть среди них, как вепри дикие, нападающие на учения о Святой Троице, и иные пакости творящие. Третье езды, 15.30. Выйдут, как вепри из леса. Это потомки в духовном плане. От Амалика добивают ослабевших путей. Второзаконие 25, 17. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы обладеть ею, изгладь память Амалика из Поднебесной, не забудь. Вот как. И вот это вот, это Господь напоминает, что не то, что там, а спасение, не забудь, чтобы Господь разогнал это все. И Амалик должен быть истреблен. Игнатий Лапкин. В этих бессогонных группах раньше не было женщин, так что вполне может быть мужчина. Ну, одна женщина тут зашла, и... Один из них был в Потеряевке, разрушитель чужих семей, прелюбодей ненасытный, у демонов нет имени. Иов 38. Люди отвержены, люди без имени, а три без земли. 30-я глава, 8-й стих. 1 Фессалоникийца 2.16 Которые препятствуют нам говорить язычникам, что вы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближаются на них гнев до конца. 2 Фессалоникийцам 2.10 И со всяким неправильным обращением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Галина Влеська Броня крепка моя и танки мои быстры. Понятны вражьи и происки. Уже восьмой год мы вместе. Семя всего нравственного зла самолюбия. Епископ Феофан Вышинский Аминь на ваше письмо и мира души вашей. А от меня вам море любви христианской спаси Христос. Евгений Давыдкин Да, Игнать 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 это так и есть. И по вашим предупреждениям и по своему убеждению я был готов к тому, что просто за знакомство с вами или общение уже предстоит испытание. Вот интересно как дал мне Господь какую участь и где сообщает это от Хабаровска до Краснодара и Прибалтика и везде где только моя фамилия мелькнет они уже знают в лютость приходят священники опросят прощения руки в алтаре поднимают никогда не видал не считал ничего секта 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 это вот то что есть отсеклись от благодати от любви ничего больше за ними это нет это пустота В действительности это произошло за нами с вами беседы в скайпе я был приглашен нашим дьяконом в храме на разговор а он ответственный по миссионерскому отделению самое злобное лютое это миссионерские лжи миссионерские как я понял он проводит занятия в воскресной школе по евангелию и по истории православной церкви для взрослых я на трех занятиях был но на четвертое для меня уже был вежливый отказ и запрет каббы вот оно все а все из-за того что дьякон увидел в интернете наш скайп диалог трехлетней давности понятно как влияет три года назад мы с ним беседовали с евгением и вот он теперь увидел и все ему покоя уже никакого не будет и в молитве в алтаре крутятся руки поднимают я ему тут же при разговоре показал бумагу документ копию из интернета на сайте в русской линии отзыв и характеристику на вас Игнать Тихонович митрополита Алтайского Сергия Иванникова дьякон мне сказал что может мне показать другие документы других хирархов церкви которые не относят вас и не считают православными понятно то есть он показывает документ с печатью на бланке а зачем мне а я и другое считал то есть не надо ему ему нужно где-то чтоб труп был трупоедной черви ему труп трупный нужен он не может нормально просчитал бы да какое ему дело то до меня ведь это не где-то в Татарстане или там Башкирии калмыкии а за сектанта и еретика и сказал что это есть на православных сайтах в интернете вот так я попросил назвать хоть одну фамилию или автора статьи то есть нет нигде он соврал еще раз лживость почему я говорю что такое патриархия тройная ложь это в алтаре они служат или автора документа о том что Игнатий Лапкин еретик но он сказал что конкретно там нет автора нет автора даже автора никакого нету и что это официальные сайты поэтому им можно доверять то есть сайту он доверяет живому человеку митрополиту не доверяет а почему ну чей служитель то он лжец говорит клеветник и человеку убийца я с этим не согласился и видимо сразу же попал черный список этого молодого дьякона молодого дьякона а что значит молодого если до 25 лет он никто он изверженный об отношении некоторых верующих поспешая посещающих занятия в воскресной школе изменились по отношению ко мне то есть он заражает других этой ненавистью они мне стали говорить когда я просто даже здоровался с ними они мне говорили не подходи ко мне я не хочу с тобой разговаривать хотя до этого мы хорошо общались и они сами даже подходили ко мне для общения вот это написано когда человек прокаженный должен кричать нечист нечист вот у них это есть и наконец они сделали с нечистой прокаженной радует то что священник возможно и знает об этом но ни словом не обмолнился на эту тему но он прекратил бы все то что он еще не поддержал это уже положительно то что говорит епископ не женат это уже говорит хорошо со священником отношения хорошие пока и он ничего не говорит о вас или о мне словно эта тема не возникла не возникала поэтому я готов к различным провокациям и вам спасибо Игнать Тихонович что вы меня и других об этом предупреждаете я получил другое видение православия благодаря вам вашим роликам вашим книгам другое видение православия православия он еще не знал выписал все книги заплатил я увидел православия как бы в истинном свете а то что нападает на вас или на вашу общину и на тех кто с вами связан духовно это лишнее подтверждение что правду не любят злодеи вот и все они дали себе характеристику или они не видят и Бог закрыл им на это глаза и сердца либо они видят знают но сознательно творят беззаконие увлекая за собой слабых неверующих и маловеров за врагов молюсь и славлю Бога за все с уважением Евгений слава Христу Александр Ш кто избраны это из Америки один пишет я даже фамилию скрываю от этих мерзавцев православные христиане где более всего православных христиан в России ответы такие канан кета где более всего почитают иконы в России между тем избранные будут искушаться чудотворной в кавычках иконой и чудесами которые дано было ему творить перед зверем он обольщает живущих на земле говоря живущим на земле чтобы они сделали образ то есть икону примечания зверя который имеет рану от меча и жив и дано ему было вложить дух в образ зверя чтобы образ зверя и говорил и действовал так чтобы убиваем был всякий кто не будет поклоняться образу зверя вот у них есть икона это образ это так и есть икон и икона это будет двигаться сама разговаривать то есть православные веками вдалбливали икона явления это все подготовка к антихристу а вот эти явления откровение 13 глава 14-15 стих где так более всего почитается благодатный огонь где вот на меня благодатный верить я говорю никогда не верил в России между тем избранные будут искушаться огнем с небес и творит великие знамения так что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми откровение 13 вот он скажет я уже давал вам огонь вы уже подготовлены православные готовы это Осипов говорит где больше всего фарисеев мнящих себя лучше американцев мытарей в России где еще жители страны погрязшие в безверии маловерии убийствах и грехах гордо называют свое отечество святым святая Русь святая Русь только в России только в России нигде ни святая Америка ни Англия святой себя не называют только русские то есть все абсолютно подготовлено к принятию антихриста где более всего жажду царя считая его обязательным атрибутом правильно в кавычках православного государства в России царь-искупитель Николай II отвечает где больше всего в России только в России пока так много благоприятных условий для пришествия воцарения антихриста уже создали среду эту для принятия это Алексей Ильич говорит Роман Фроликов изучать панкуртов и их замыслы вам интересно вы накладываете на себя бремя сами блажение не изучать их замыслы ибо все что в мире похоть очей похоть плоти и гордость житейская поэтому блажение изучать опыт исследовать опыту тех кто следует за ним то есть блажение благовествовать общаться с людьми о радости о блаженстве веры надежды на него про тех кто не интересуется сказано им которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских сказываю что не наложу на вас иного времени только то что имейте держите пока приду это они между собой тут откровение 2 глава 24 стих в чате или как это в сообществе Юрий Соболев верно Игнать Тихонович периодически всю эту грязь мне шлет вышеназванные деньги но как и писал теперь даже не просматривая дабы не оскверниться бросая все в урну молюсь же каждодневно о вас и о том чтобы Господь наш Иисус Христос оградил наше дружественное общение от рыкани дьявола и его разрушительных соратников вот и все какой он характеристик это не я пишу это они себе сделали все поняли что это слуги дьявола Роман Фроликов вот я об этом и говорю Наталья Усатая хороший ролик доказывает что мы стоим в истине на котором вчера я беседовал Манкур там с тем отвечаю Виталий зашел Калиников ну и дальше Роман Фроликов этот ролик доказывает что Игнать Тихонович стоит в истине он доказал это делами и словами а мы только болтаем пока что и наша вера мертвая и мы мертвы значит мы неблагонадежны для Царствия Божия мы еще оглядываемся назад в кавычках не отрекаемся от себя и жизни своей в этом мире потому что не идем благовествовать к людям Наталья Усатая мир вам мой любимый дорогой отец Игнатий вот она из Германии пишет у нее муж там серианин и она хочет приехать крещение принять что тут сказать все ясно роман фроликов перегибает палку я пришла на ваши ресурсы по молитве Господь мне открыл истину а другие через кого-то и уверовал я по Евангелию и рождение свыше произошло когда я читал Евангелие от Яна поэтому оно самое мое любимое мы знаем из истории когда истинных христиан называли элитиками ничего нового все то же что было до нас и будет после нас мир не познал нас потому что мы не от мира сего земной поклон вам и за молитву благодарю спаси Христос ну вот о чем говорит что называли так вот Иеронима Стридонского Дианисий Александрийский пишет народ настолько тупой был что православных считали эритиками а эритиков считали православными то есть все перевернулось вот сегодня такое время Игнатий Лапкин ответ один всем манкуртам клеветникам сквернословам роботам это название ролика так за 28 но 3 2018 года Игнатий Лапкин это я уже вот это которое было это я отвечаю ей это опять же так люди отвержены так добрый пишет добрый плотник ежедневно молимся Господу за вас Игнатий Тихонович дружба с вами это честь для нас а прикасаться к вашему наследию привилегия вот как Уже посмотрел, Игнать Тихонович. Благодарю. Хороший ролик получился. Гусейнов Рустам. Роман Фроликов. Могу поспорить, что вы говорите про благовестие тут в чате не чаще, чем я благовествовал каждому своему знакомому или бывшим друзьям, сотрудникам на работе, а также зэкам, псевдоправославным свиньям и просто атеистам. Замыслы врага нужно изучать, чтобы не быть уловленным в сеть вражескую. Почитайте внимательно Псалом 34 и 128. Конечно же на Господа своего нужно уповать, но и самим не быть глупыми. Слава Христу! Александр Ше. Антихрист родится в России между Петербургом и Москвой, в том великом городе, в котором по соединению всех племен славянских с Россией будет второй столицей Царства Русского и назван будет Москово-Петроградом или Градом Конца, как именует его Господь Дух Святой, издалече все предусматривающий. До явления Антихриста должен состояться восьмой Вселенский Собор всех церквей. Это в Америке он живет, этот человек, вот оттуда такие сведения дает. Дух тьмы обещает устроить второе на земле. Среди славян и русских родится истинный Антихрист, бесочеловек, сын жены-блудницы данного поколения. Но некто из русских, дожившим до рождения Антихриста, подобно Симеону Богоимприимцу, благословившему отрока Иисуса и возвестившему о рождении его миру, проклянет рожденного Антихриста и возвестит миру, что он есть истинный Антихрист. Помимо преподобного Серафима Саровского и святого Игнатия Бринчанинова, о явлении Антихриста в России предсказывал также в конце 19 века и выдающийся русский православный мыслитель Леонтьев. В кавычках открытый. Через какие-нибудь полвека, не более, русский народ из народа богоносца станет мало-помалу и сам того не замечая народом-богоборцем и даже скорее всего другого народа быть может, ибо действительно он способен во всем доходить до крайности. Евреи были гораздо более нас в свое время избранным народом, ибо они тогда были одни во всем мире верующим в единого Бога и однако же распяли на кресте Христа Сына Божия, когда он сошел к ним на землю. Русское общество и без того довольно эгалитарное по привычкам помчится еще быстрее всякого другого по смертному пути. Все смешения и кто знает, подобно евреям, не ожидавшим, что из недр их выйдет учитель новой веры. Им неожиданно лет через сто каких-нибудь из наших государственных недр сперва без сословных, а потом без церковных или уже слабо церковных, родим того самого антихриста, о котором говорит епископ Феофан вместе с другими духовными писателями. Кавычки закрыты. Леонтьев Каэр над могилой Пазухина 1891 Восток России и Славянства В этом контексте важно помнить предостаряжение святителя Аверкия Таушева о том, что антихрист будет пользоваться в нужных для него случаях евангельскими изречениями и даже налагать на непокорных ему церковно-канонические прещения, подводя тот или другой их поступок под преступления, как нарушение тех или иных церковно-канонических правил. Вот меня когда судили и патриарши нападают, клевещут, а какое, что собирались, молились дома, дома, после храма молились, ходили в храм патриарши, но еще дома молились, а нельзя, 142 статья Уголовного кодекса. Архиепископ Аверкия Таушев В современном свете Слово Божие Слова и речи Том 4 страница 289 Следует помнить и предостережение блаженной памяти последнего законного первой рак русской зарубежной церкви старца митрополита Виталия Устинова с 1910 по 2006 годом о будто бы наступивших переменах в современной России кавычки открыты мы здесь почему мы здесь почему-то не можем никак понять что коммунистическая партия облачившись в тогу гидемократов осталась та же коммунистическая партия как волки в овечьей шкуре с которой московская патриархия идет рука в руку договариваться с безбожной властью которая держит над вашей головой занесенный меч нельзя надо идти или в катакомбы или на славную мученическую смерть другого выхода нет всякий договор который совершается под занесенным мечом есть падение и непременно будет падение это значит идти на сговоры с сатаной с сатаной договариваться нельзя это безнадежно в кавычке закрыты митрополит Виталий о московской патриархии интересно митрополит Виталий Устинов Виталий Устинов фамилия его и батюшка только приехал буквально через два дня приезжает потеряя в купе основания Устинов Виталий вот тоже интересно у нас епископ Ивтихий сейчас рождается ребенок названный Ивтихием вот что интересно важно так же понимать что распространяемые в последние 20 лет среди церкви-блудницы московской патриархии лжепророчества о том что Монтихрист будто бы не сможет вступить на территорию России до самого второго пришествия Христова поскольку в России ему будет противостоять православный царь в кавычках не соответствуют святоотеческому учению и носят хереостический иеретический характер более того подобного рода экзалитированные подделки намеренно созданы в последнее время для того слава Иисусу Христу чтобы усыпить бдительность православных русских людей дабы прелестить избранных Матфея 24 24 то есть православных христиан по этому поводу в священном писании недвусмысленно сказано кавычки открыты не надейтесь не гнязи на сыны человеческие в них же нет спасения Псалом 145 30 стих именно поэтому утверждение о том что современная Российская Федерация занимающая первое место в мире по абортам алкоголизму наркомании проституции а также коррупции и преступности и ее нео советские власти преследующая истина православных христиан восстанавливающая советское наследие безбожного СССР и на протяжении более чем 20 лет грабящие собственный народ является удерживающим мировое зло кавычках есть не что иное как ересь противоречащее православному святотическому учению о последнем времени и антихристе что же касается русского царства в кавычках которое будто бы не одолеет врата ада то в писании однозначно говорится не о государственном образовании не о земном царе а о истинной церкви христовой которая даже в период антихристового гонения будет хранима в катакомбах духом святым за здесь жду церковь мою и врата ада не одолеет ее матфея 16-18 не следует также забывать что богоборческий большевизм родился и победил именно в православной России превратив ее в адресический СССР и распространив свое тлетворное антихристовое влияние на половину земного шара обратив народ богоносец в народ богоборец как и предрекал Константин Леонтьев если такое перерождение могло произойти в православной Российской империи стоит ли обольщаться современной Российской Федерации считающей себя правоприемницей СССР для тех православных христиан кто в 2001 по 2007 не принял унии с Советской Церковью МП это должно быть очевидным в отношении же хелиористических ожиданий многих современных российских православно-патриотических деятелей будет полезно напомнить слова видного богослового святителя РПЦЗ архиепископа Аверкия Таушеву кавычки открыты что самое страшное настроенные так вопреки учению церкви кроме верховодов и заправил этой ереси прекрасно понимающих что они делают куда идут и ведут других и иногда даже не знают что они принимают участь отнюдь участие отнюдь не в устроении Царствия Божия на земле а в подготовке Царства Антихристового ведь под предречением ряда святых отцов идей установления благоденственного и мирного житья на земле будет приличать христиан и привлекать их симпатия к себе никто иной как Антихрист и так вот кому в конечном итоге служат эти современные эритики неохелесиасты кавычки закрыты некоторые православные мыслители считали что мнение об Антихристе как об исключительно израильском правителе восседающем физически восстановленном храме Иерусалиме не является общепризнанным в православной церкви и что под храмом Божием 2-й ферсалонгийца 2-4 следует понимать не только материальный иерусалимский храм но и иносказательно церковь христианскую как таковую ту ее часть которая выродится в церковь лукав умнующих в связи с этим пророчество преподобного Серафима Саровского и святителя Игнатия Бринчанинова о том что Антихрист сможет родиться и прийти к власти в отрекшемся от истинного православия России точнее на территории возродившегося предапокалиптического красного зверя СССР ГОК и МАГОК становятся особенно актуальными блаженной памяти архиепископ Лазарь Журбенко архиерей Ганимус СССР катакомбой церкви предостерегал свою паству о том что Антихрист не сможет прийти пока не будут извлечены раны зверя излечены под этим зверем вслед за многими святыми новомучениками он подразумевал антихристианский богоборческий СССР который возник на месте некогда православной святой Руси опять святой Руси сами же говорят а под ранами зверя распад СССР на части раны которые перекрасившиеся богоборцы непременно попытаются уврачевать причем под видом псевдоправославного возрождения вот канавка там уходит и Антихрист сегодня перейдет вот святая Русь слово святая я никогда не знал вот это объяснение только первый раз прочитал и понял вранье никогда она не была святая стал узнавать когда при Василии третьем там это возникло впервые дальше Владыка Лазарь неоднократно обращал внимание на то что в Писании не сказано в какой именно стране явится Антихрист но сказано что он попытается провести те избранных Матфея 24-24 ведь представка анти в слове Антихрист переводится с греческого не только как против но и как вместо то есть подмена поэтому по слову архиепископа Лазарь Антихрист это подмена внешняя подделка Христа подделка наблюдается ныне на некогда Святой Руси истинная церковь подменяется лжецерковью историческая православная государственность лжегосударственностью православная монархия лжемонархия учитывая что ныне правительство всех стран мира в том числе Российской Федерации контролируется представителями коленного данного то явление антихристов может произойти в любой из этих стран особенно же там где ему необходимо будет осуществить подделку дабы прелестить избранных Матфея 24 24 в наше время подделка под православие становится более опасной чем откровенная ересь и безбожие прелестить православного христианина ересью и уж тем более атеизм сложно а вот подделкой имитации православия сегодня не только прилечает огромную массу людей но и вводит их от истинного православия а значит и от спасения главное что причащаться храмы ремонтирует 200 храмов в Москве а все это как раз подмена по глубокому убеждению блаженной памяти схи архиепископа Лазаря лишь полный отказ от советского богоборческого наследия его идей символов носителей и вождей искреннее покаяние и обращение русских людей к истинному православию и истинной православной церкви способны предотвратить исполнение грозных пророчеств о явлении антихриста в России давно переставший быть православной по этому поводу святой праведный Ян Кроштадский передостерегал кавычки открыты если не будет покаяния у русского народа конец мира близок кавычки закрыты также архиепископ Аверки Таушев писал кавычки открыты как учит святая церковь время появления антихриста зависит сущности от нас самих если будет у нас истинное покаяние исправление жизни и обращение к Богу оно будет отсрочено Богом и святая Русь наша может еще воскреснуть и возвратиться к новой жизни но опять опять таки если будет такое покаяние у русского народа хотя бы на апокалиптические полчаса архиепископ Аверки Таушев кавычки закрыты современно в свете Слова Божия том 3 страница 126 а вот как писал относительно надежд на возрождение православной России блаженной памяти ремонах Серафим Роуз кавычки открыты все будущее зависит от нас самих если мы возродимся к истинной православной жизни тогда святая Русь будет восстановлена если нет то тогда Господь может забрать свои обещания так же как после покаяния людей Неневия была помилована и пророчество Ионы о ее погибели таким образом не осуществилось так и пророчества о восстановлении Святой Руси могут оказаться неосуществленными если русские люди не раскаются воскресение Святой Руси зависит от усилий каждой отдельной души она не может состояться без участия православных людей нашего общего покаяния и нашего внутреннего а не только внешнего подвига иеромонах Серафим Роуз будущее России конец мира 1921 год православный мыслитель Владимир Мосс так пишет о современных событиях кавычки открыты в начале 21 столетия мы видим постепенное добровольное возвращение к советизму что является общим во всех этих отношениях к советской власти отказ видеть ее реальную сатанинскую сущность и следовательно отказ раскаиваться в греке сотрудничества с нею аксиома православной духовности заключается в том что единственная дорога от зла к добру проходит через покаяние дела без покаяния не спасает ибо покаяние первый плод веры первое действие истинно христианской совести мало кто из православных христиан будет оспарить что падение православной империи 1917 и ее замещение на советскую антиимперию было страшной трагедией ужасным грехом лежащим на коллективной совести народа тем не менее многие утверждают что этот грех может быть или уже был смыт не покаянием но через патриотизм или страдания или просто с течением времени но время разрушает только материальное а не духовные реальности и патриотизм который не сформирован или не служит высшему патриотизму небесного царствия ничто иное как другая форма идолопоклонства что касается страданий если они не сопровождаются верой и покаянием как это было в случае благоразумного разбойника то они ведут лишь ее дальше в ад грех в котором необходимо покаяться это грех активной поддержки или пассивного согласия с замещением власти установленной богом властью сатаны сегодня более 80 лет спустя после начала этой трагедии русский народ как целое за важным исключением как такомбой или истинно православной церкви не покажется в этом грехе ни преследования 20-30-х годов ни войны 40-х ни холодная война 50-х 80-х годов неотносительная свобода 90-х не привела людей к осознанию того что они сделали вот почему продолжается страдание народа без какого-либо ясного знака будущего облегчения возрождение еще возможно но это произойдет если только будут усвоены уроки прошедших 80-ти лет и будет навсегда и совершенно отвергнут мираж православной империи основана не на истинной вере и покаянии но на гордыне и самопревозношении относительно таких псевдоимперий и антиимперий мы должны усердно молить Бога да не станет близ тебя седалище губителей умышляющих насилие вопреки закону Псалом 93-20 стих Мос империя и антиимперия кто это говорит в этом отношении нельзя не согласиться с пояснением отцов исповедников катакомбной церкви в работе очерки о катакомбной церкви есть такое пояснение святых новомучеников кавычки открыты великий грех усыпляет сознание людей особенно верующих проповеди о не неответственности народа за кровь пролитой революции за измену Господу Богу Церкви и Родине такая проповедь ложь староцерковники признают себя виновными перед Богом и молятся о том чтобы Господь послал пророков которые как древние в Израиле не убаикивали бы людей ссылками на обман правителей на обстоятельства а твердо говорили бы народу что спасения ему не будет пока он не возвратится на путь Бога Отцов своих ищущим Царствие Божие и правду его прилагается без них усилий христианское государство а ищущим прочие советы если мы вымолим у Господа пророков истины и послушаем их получим отсрочку не послушаем укрепим существующее кавычки закрыты помимо преподобного Серафима Саровского святителя Игнатия Бринчининова Яна Кроштадского также преподобный старец Амвросий Оптинский предостерегал кавычки открыты если в России ради презрения заповеди Божьей и ради ослабления правил и постановления православной церкви и ради других причин оскудеют благочестие тогда уже неминуемо должно последовать конечное исполнение того что сказано в апокалипсисе Иоанна Богослова кавычки закрыты пророчество об антихристе и судьбах России Москва 1998 страница 46 Другой старец схий иеромонах Аристокли Афонский писал кавычки открыты Сейчас мы переживаем предантихристово время Начался суд Божий над живыми и не останется ни одной страны на земле ни одного человека которого это не коснется Началось с России а потом дальше Только покаяние через страдания спасет Россию Вся Россия сделается тюрьмой и надо много умолять Господа прощения каяться в грехах и бояться творить и малейшие грехи а стараться творить добро хотя бы самое малое ведь и крыло мухи имеет вес а у Бога весы точные и когда малейший на чашу добра перевесит то явит Бог милость свою над Россией но сперва Бог отнимет всех вождей чтобы только на него взирали русские люди конец будет через Китай какой-то необычный взрыв будет и явится чудо Божие и будет жизнь совсем другая на земле но не на очень долго пророчество об антихолисе судьбах России Москва 1998 год страница 46 суродимая будем помнить об этих пророческих предостережениях не участвуя в апостасиных процессах у врачевания ран красного зверя СССР восстанавливаем ныне вчерашними богоборцами под ложным видом имитируемой ими православной России и не участвуя в братоубийственном противостоянии между братскими православными народами разжигаемым антихристианскими силами с обеих сторон с востока и запада не может истинно православный христианин сражаться на стороне одного дьявола против другого на стороне Вавилона против Египта или на стороне Египта против Вавилона Московская Именно поэтому православные христиане должны воздерживаться от соучастия в этих процессах, несущих на себе печать апостасии. Отступление попущено Богом. Не покусись остановить его немощной рукою твоей. Устранись, оградись от него. Сам и этого с тебя довольна. Святитель Игнатий Бричининов. Должно духовно ограждаться от всякого воздействия или участия в апостасийных событиях, не обращаясь и не поддаваясь сложным сииминутным политическим страстям и стихиям мира сего. Радость моя, молю тебя, стяжи мирный дух, научал преподобный Серафим Саровский. По словам преподобного, это значит привести себя в такое состояние, чтобы дух наш ничем не возмущался. Надо бы нам быть подобным мертвому или совершенно глухому или слепому при всех скорбях, клеветах, поношениях и гонениях, которые неминуемо приходят ко всем, желающим идти по спасительным стезям Христовым. Ибо многими скорбями подобает нам войти в Царствие Небесное. Так спасали все праведники и наследовать Царствие Небесное. А перед ним вся слава мира сего, как ничто. Все наслаждения мирские и тени не имеют того, что уготовано любящим Бога в небесных обителях. Там вечная радость и торжество. Для того, чтобы дать духу нашему свободу, возноситься туда и питаться от сладчайшей беседы с Господом, нужно смирять себя непрестанным бдением, молитвой и памятованием Господа. По учении пророчица преподобного Серафима Саровского. И главное, как пояснил святитель Тихон Задонский, важно помнить, что чем более мир приближается к концу, тем больше оскудевает истинная любовь. А с любовью и истинно благочестие умоляется. Вместо того лицемерие и ложь умножается. Святитель Тихон Задонский об истинном христианстве. Книга 1, часть 1, статья, страница 1, глава 2. По скриптам. Примечательно, что не только члены ИПЦ и РПЦЗ, но в последнее время даже и некоторые из последователей МП все больше начинают обращать внимание на пророческие предостаряжения преподобного Серафима Саровского и святителя Игнатия Брянщинина. Даже профессор Алексей Иосифов пишет, кавычки открытые, есть пророчество святителя Игнатия Брянщинина, которое имеет прямое отношение к России, к нашему народу. Оно звучит так. Наш народ может и должен стать орудием гения из гениев, антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Серьезное предупреждение, чтобы мы не обманулись в том Царе, который непременно будет и которого жаждут многие, не понимая процессов, происходящих в жизни нашего общества. Ведь сейчас нам дали полную свободу верить и жить по-православному. Открыты монастыри, храмы, молитесь и спасайтесь. Но живем ли мы? Нет, ждем земного царя, забыв, что Царствие Божие внутрь нас есть. Кавычки закрыты. Та же бывший представитель миссионерского отдела Томской епархии Московской патрахии Максим Степаненко, уволенный епархиальным начальством за обличение безнравственности и неверия в постсоветском российском обществе, Так пишет о тех, кто воскрепление превозносит современную Российскую Федерацию и не хочет видеть ее отчашки духовных недугов. Кавычки открыты. Америка изначально не была верной женой Христу, ибо основная ее часть – сектанты и еретики. А вот Россия была верной женой Христу тысячу лет, потом его предела и сейчас предает и блудит. В храмах России по воскресеньям меньше 0,5% населения. Более 90% женщин и мужчин – убийцы. Это об абортах. Америка изначально... Америка изначально не была верной женой Христу. Повторяется. Да. Кавычки закрыты. Неудивительно, если Антихрист воцарится именно в России, и многие, возможно, будут ему кричать «Ассана!». Ведь все будут уверены, Антихрист воцарится в США или Италии, или в Израиле, но только не во Святой Руси. Ради кого придет Антихрист? Для прелещения избранных. Ибо восстанут лжи Христы и лжепророки, и дадут знамение чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Марка 13.22. Кто избраны православные христиане? Где более всего православных христиан? В России. Это у нас было-то, да? Повторение идет. Дальше. Только в России пока так много благоприятных условий для пришествия и восстанения Антихриста. И вот теперь... Заметки батюшки Никиты из Макеевки. Украина. Беда. Узнал о Кемерево. Беда. Решил рассказать всю правду и указать виновников этого тяжелого несчастья. Дорогие братья и сестры, к своему ужасу это я виновник этой беды. Это из-за меня столько горя и страданий. Господи, милосердный и любящий, прощающий и долготерпящий, отпусти мне этот страшный грех. Сколько жизней и страданий по моей вине. Тяжело и писать об этом. В пятую неделю Великого Поста, в день памяти преподобной Марии Египетской, в воскресный день именно я был ни холоден, ни горячь. Молитва моя была слабой и формальной. Обо мне сказал святитель Феофан. Протрещат молебен я и бедню. Я сам не горел и никого не зажег. Вот и не уберег людей от беды. Когда не горит огонь любви и веры, тогда горит огонь страстей в обществе человеческом. Страшный огонь гибельный. Я сегодня ужасаюсь количеством сгоревших детей в огне, вещественном. Но еще больше содрогается моя душа о сгорающих в страшном огне страстей. И в первую очередь о детских душах содрогаюсь я. Господи, прости меня. Если бы в этот день слово мое к людям было искренне и горячо, пламенно и сердечно, разве повели бы они своих детей на играние и зрелище? Они бы привели детей к тебе, не только убереглись от беды, но и нашли бы у тебя радость и утешение, поддержку и упование. А я молчал своим успокоенным, отолстевшим сердцем и говорил дежурные фразы, о которых впору бежать из храма, а не идти в него. Прости меня, милосердный Господи. Если бы я был пастырем истинным, верным заповедем Твоим, разве мое дело просвещения и спасения душ человеческих было бы слабым? Разве люди искали 7-минутных удовольствий и впечатлений? Окружающие тебя и меня искали бы добродетели, сами несли бы эти добродетели в мир и были светильниками среди многих. Тот смрад и дым, которым тлеет моя душа и которым смердят мои страсти, он подобен тому едкому дыму, в котором невозможно дышать и в котором легко задохнуться душем людским. Если бы молитва моя была бы горячей огня, то слезы радости, а не горе текли бы по моему лицу. Я виноват, моя вина. Разве это кто-то закрыл двери спасительные для людей в том злополучном месте? Это я закрыл их, мое сребролюбие и человекоугодие. Моя жажда наживы, а не щедрость к человеку. Моя корысть, а не чья-то. Кто, как не я, должен был научить людей милосердию и страху Божию? А как научить тому, чего и не имеешь сам? Болем не осознавать свою вину. Но если не осознавать ее, все можно повториться. Кто, как не я, безумный, ради корысти и денег освещал подобные места зрелищ и игрищ, вместо того, чтобы встать стеной между душем и грехом, между развратным увеселением и целомудрием, вспоминая слова святителя Иоанна Златоуста, посему я предупреждаю и объявляю громким голосом, если кто после этого увещания и наставления пойдет на нечестивые и гибельные зрелища, того я не впущу внутрь этой ограды, не сделаю причастником таинств, не позволю ему прикоснуться к священной трапезе, но как пастыри отделяют шлудивых овец от здоровых, чтобы болезнь не распространилась, и на прочих, так точно поступлю я, в кавычки закрытый. А я не только допускал к храму творящих такие непотребства с детьми, но и сам соблазнялся ими. Что смотрят в кинотеатрах наши дети? Чему учат зрелище и игрище? Господи, прости меня недостойного и сребролюбивого. На мне кровь детей этих, а пачи страсти их гибнущих душ. Ко мне обращены слова преподобного Исидора Пелесиота. Кавычки отриты. Детям, воспитываемым среди развращенных нравов, трудно в мужеский возраст прийти добродетельными, и целомудрие отнимается у детей их обращением с людьми непотребными, а благоразумие, уклонение от занятий надлежащим чтением, мужество, изнеженность прессунов, справедливость ложными клятвами шутов. Возможно ли кому или привести себя в приличное положение, или свыкнуться с ним, когда необходимо одно из двух, или смеяться, или волноваться. Эти два подарка – один зрелище, а другой – конского ресталища. Признав опасным для молодых людей увлекаться зрением, удерживая их наипаче словом, а если не послушается – страхом. Кавычки закрыты. Именно я не оградил от беды этих детей ни словом, потому как если в слове нет любви, оно бесплодно. И страхом я не защитил их, ибо по ложному милосердию всегда не схожу к немощам родителей. Экономия, экономия их это. Беспечно бросающих своих детей в молоху страстей. Почему, спрашиваю я себя, обычай бросать детей в огненную пасть языческого идола ужасал меня, а живые души, которых родители бросают в раскаленную пасть зрелище, оставляют меня равнодушным. Господи, милостив, милостив будем негрешному. Сегодня, когда в огне кемеровской беды я вижу себя обнаженным при лицом Божием и неспособным хоть чем-то оправдаться перед ним, я начинаю понимать слова его грозного предупреждения. Знай твои дела, ты не холоден, не горячь, о, если бы ты был холоден или горячь, но как ты тепл, а не горячь и не холоден, то изверну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имея нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей. Откровение 3 глава 14 по 18 стих. Золото это, очищенное огнем, покаяние мое, а одежда, убеленная слезами, страх Божий. Пусть они теперь будут наставниками моими, может, с ними я хоть как-то искуплю вину свою перед Богом и людьми, простите меня грешного. А тут дальше этот разговор переписывали, значит, прервали. Немножко еще. Роман Фроликов. Добрый человек из доброго сокровища сердце свое выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердце свое выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Луки глава 6. Чем вы конкретно лучше по делам, чем те, кого вы осуждаете? Гусейн Фрустам. Роман. Я вам уже написал. Ответ на ваши недоумения. Евгений Трапко. Не говорю вариться в этих масонских замыслах. Надо жить для Бога. Бог сильнее в нас, чем тот, который в этом мире правит. Ибо тот, кто в нас, тот больше того, кто в мире, в этом мире. Но есть еще место писания. Ибо нам небезызвестны умыслы с дьявола. А что, если историю переписывают, и ваши дети учат фальшивую историю своего государства и мира сего? А вы думаете, пока что вы на работе, дети уму, разуму в школе набираются, а на самом деле, наоборот, тупеют от фальши? Гусейн Фрустам. Все верно. Фроликов. Дети вам не поверят. Ваши слова расходятся с вашими делами, с вашим бездействием в его деле. Евгений Трапко. Ну, нам-то не под силу свои школы христианские. Но такие, как мы сейчас духовно, слабые, все разрозненные. Роман, почему вы только о благовестии пишете, а о создании общины никогда не пишете? Ага, это Роману теперь говорят. Выбрали полегче путь, только красные ванги раздавать. А общины стать тем, кому красные ванги раздаете, слабо? Роман Фроликов. Наглая ложь сатанинская хочет скрыть оправдание бездействия в его деле. Благовестие. Гусейн Фрустам. Все мы благовестуем. Каждому мера своих талантов от Бога. Печально. Вы в прелести, Роман. Читайте, что пишете. Евгений Трапко. Роман, не осуждайте, лучше остановитесь. Пройдитесь лучше, прогуляйтесь. А вось кто-то, кто попадется, дадите красное вангелие. Идите, подышите свежим воздухом. И прихватите с собой красное вангелие. Роман Фроликов. Тот, кто тут выставил миллион фотографий, видно, что потерял мягкость и обрел дерзость. Значит, он может и должен благовествовать. Иначе он только на словах любит его. Своё давит. Идите, благовествуйте. Гусейнов Рустам. Вы посмотрите ролики, где Евгений благовествует о том, кто ему открыл двери церкви. Разве это не благовестие в ютубе? Евгений Трапко. Слушайте, Роман. Да что вы каждый раз всё благовестие сводите в осуждение? Не с тем духом пишите. А общину православную слабо создать на родине российской? У вас там все на русском говорят. Никаких барьеров языков и культурных нет особо. Вперёд, дерзайте. Займитесь делом, создайте общину лучше. А потом нам видеоролик скиньте ваше воскресное собрание после литургии. Это понятно, на что напоминает, как у нас, дескать. Гусейнов Рустам. И сколько там просмотров, тоже важно. Покажите, сколько просмотров. Это романы они сейчас крошат. Евгений Трапко. Роман Фроликов. С вами бы я не хотел создавать общину. Вы сильно осуждаете. Постоянно все к благовестию. Но в духе неверном пишите. Поезжайте в другую страну к мусульманам, или буддистам, или к евреям. Попробуйте там быть успешным благовестником. А потом скажете, как результаты. Гусейнов Рустам. Еще немаловажно, что с помощью Игната Тихоновича Лапкина мы тут собрались в этом сообществе. Поэтому прошу ценить это общение и обличать друг друга по смыслу, в нормальном духе, чтобы никого не обидеть. Наталья Усатая. Обида – это не христианское чувство. Это мои слова, они. Евгений Трапко. Придет время, Игнат Тихонович уйдет от нас в вечность. И, возможно, эта группа уже не станет. И все мы разойдемся друг от друга. А пока что, если у вас есть рвение, Роман Фроликов, обличать нас в неблаговестие, тут в группе, может, понесете немощи мои и других в неблаговестие. Понесите немощи в молитве каждодневной. Составьте молитву, по которой будете молиться за наше благовестие, нас тут в группе. Носите бремена друг друга. Вот и понесете бремя нашей духовной слабости в неблаговестие на молитве каждодневной. Евгений Трапко. Носите бремена друг друга. Бременами теперь пошли гвоздать. И таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый доиспытывает свое дело, и тогда будет иметь похвал только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Галатам 6 глава с 1 по 5 стих. Наталья Усатая. Если бы не отец Игнатий и Сергей Пупков, нас бы тут вообще не было бы. Вообще бы не было. Вот и весь ответ. Слава Христу и за это. Гусейнов Рустам. Да, и немощней у вас Евгений никаких не было на этот счет. Вы все по смыслу присылали. Нужно знать умыслы лукавого. Предупрежден, вооружен. Каждый из нас знает о благовестии и благорестует в силу своих талантов. Евгений Трапко. Роман Фроликов, вы еще тут... Вы еще... Тот, мол, необъезженный. Пошло дело. Вы должны возложить на себя молитвенное бремя за наше неблаговестие. Вот так. И нести это молитвенное бремя каждый день на молитве. О, седьмикратно в день, по лестовочке. Вымаливайте нас для дела Божьего, благовестия. А так постоянно сводить меня, прежде всего, к осуждению. Вы уже не первый раз нападаете на меня, Роман Фроликов, с критикой неблаговестия. А вы хоть один раз встали на молитву, понесли молитвенное бремя, неблаговестие у себя на молитве. Вот так. Семь раз повторяю. Сомневаюсь, что молились обо мне. Тысячи поклонов. Тысячи в день. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обращает сам себя. Каждый да испытывает свои дела, и тогда будет иметь похвал только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Галатам 6 глава с 1 по 5 стих. Вот хотелось сказать. Есть такая вот статистика, дарю вчера, бегущая на все. 61 позиция. Сейчас я покажу. На этом конец будет. Вот посмотри, что получается. Ну, в первую очередь, показать наш ресурс. Мой мир очень любимый мною. А теперь посмотрите, что получается. Американка вслепую разбила автомобиль, чтобы ее дети поверили в Бога. Вот прочитай. В США автомобилистка, наверное, разбила свою машину в салоне... Намеренно. А, извиняюсь. Намеренно разбила свою машину в салоне, в которой находились двое ее маленьких детей, чтобы доказать им, что Бог существует и защитит их. Как сообщает премиум христиан радио, инцидент произошел в городе Гвинетт Каунти в штате Джорджия. Происшествие зафиксировала камера наружного наблюдения. В ролике можно разглядеть, как автомобиль на перекрестке съезжает с дороги и ударяется в придорожный столб. По данной городской полиции, 25-летняя Бехари Шакил Уорен велела своим детям 5-7 лет пристегнуться, а затем закрыла глаза и нажала на педаль газа, направив машину в осветительное сооружение. Она сказала нам, что мы верили в Бога, и тогда ничего не случится. Ее глаза были закрыты. Приводит христианское радио слова детей, но она не хотела ничего плохого. Она хотела, чтобы мы знали, что Бог существует. И дальше? В ДТП никто не получил травм, но полиция арестовала мать, а детей передала бабушке и дедушке. А теперь вот она сидит. Видишь, какая? Глаза у нее открытые. Видно, что она не русская. А дуть дальше, начали на нее. Чудные дела твои дальше. Психиатрическую больницу ее. Прям нездоровое проявление веры. Кто глаза не закрыл, а могла и спрыгнуть с 10 этажа. Чтобы Бог ее защитил. А почему Бог должен спасать тупиковую ветвь человечества в лице этой особи женского пола? Зачем ее спасать? Тоже непонятно. Бургеры заместили мозг. Бургеры? Это и я. С колбаса заместила ей мозг. Я не знаю, каков процент сумасшедших на данный час, но если верить глазам и ушам, больше в несколько раз. Ну и дальше? Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Есть в ней что-то русское? Ну вот так. Теперь дальше. Форум наш. И вот, заметьте, тут еще закачивается. И, Володя, глянь, последнее. Гляди. Вот. Вот. Смотри. Вот это, которое показала статистика. Вот текущее население мира. И каждую минуту эти цифры бегут. Какое расходы правительства? Сколько курят? Сколько умирает? Сколько живет? Каждую секунду меняется. Видите, как мелькают цифры-то? Сколько телевизоров пройдено? Газет распространено сегодня. 134 миллиона. И дальше? Денег потрачено на видеоигры сегодня. Сколько? 75 миллионов там рубля. Вот бегут. Каждую минуту фиксируется. Еще что есть? Эмейл. Отправили сегодня сколько? 66 миллиардов 815 миллионов. А тут не просчитать. Цифры летят. И при том сейчас, сегодня. Людей умерло от голода сегодня. 8511. А то наполняйте землю. Это только сегодня. День только начался еще. Сегодня США на борьбу с болезнями сколько потратили? 146 миллионов долларов. И вот смотрите, сколько разных названий. Ну, позиций-то. Осталось природного газа, днеды, истощение запасов нефти. Сколько, все везде. Вот какой интересный сегодня у нас ролик получился. Сколько времени прошло? Глянь. Нету никого. Я один остался. Ну, ладно. Никого нету. Володя пошел там щебарничать, готовить. Надежда Васильевна там горох перебирает. Он только спина видать. Надежда, покажи хоть свое личико. Повернись, голубушка. Вот она где. О! Ну, все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok